Следующий блок – это краудфайдинг. Я считаю, что заработать на краудфайдинге в большинстве случаев, то есть что это значит? Это из ста человек, которые хотят заработать на краудфайдинге, если заработает даже не из ста, из тысячи, если заработает пять, то будет нормально. Почему? Во первых, у нас нет такой культуры. Она давно и четко прогрессирует. Есть сервисы типа патреона, есть сервисы типа, ну, другие форматы, да, там где. Как эта модель работает? Допустим, человек хочет отправиться и сделать путешествие по Золотому кольцу России. И он своим блогерам говорит, друзья мои, не блогерам, а своим подписчикам. Говорит, друзья, для поездки на мне по Золотому кольцу мне необходимо, допустим, там на два месяца пятьсот тысяч рублей. И люди собираются там, кто пять рублей, кто пятнадцать, кто тысячу, кто две, кто двадцать тысяч, да, то есть в зависимости от возможностей, в зависимости от любви к автору. Они собираются, у них есть такой там общий кошелек на сервисе, блогер собирает и едет. Во-первых, почему у вас это не получится? Первое, потому что у вас пока новый канал, вас никто не знает и опять же, как бы я не любил русскоязычную аудиторию, она не готова. Она не готова, потому что как бы для, вот вы подумайте сами, скажите для себя честно, вы бы дали денег кому-то, чтобы этот кто-то поехал на Мальдивы и вам там рассказал, как там на Мальдивах хорошо. Давайте другой вариант. Вы бы дали денег кому-то, чтобы он ходил, допустим, обошел, то есть десять там или там сто ресторанов мира, написал по нему отзывы, а вы бы их смотрели. Тоже нет. Поэтому, ну, это такая история, она очень-очень скользкая, да. В основном, если у вас канал англоязычный, если у вас идея зашла, то вас могут поддержать опять же англоязычные люди. Вот те платят хорошо, причем им интересно, им по фану. Они за упоминание себя, как человек, который в этом участвовал, готовы войти в историю, потому что им это по фану, им это классно. Наши люди, как бы трепетно к ним не относился, я не думаю, что будут готовы инвестировать в туристический канал, в то, чтобы вы ездили и рассказывали. Знаете, почему? Потому что они сами так хотят. И это вот очень классный анекдот про яблоки, да. Она, прям вот, это очень четко подходит, да, вот как бы про яблоки, где я там не съем, да хоть понадкусываю. То же самое и в вашем случае, когда вам говорят о том, что, типа, ой, я слышал такие моменты, что, типа, друзья, еще один заработок – это донаты, еще один заработок – это краудфандинг, еще один заработок – это там, как бы, эти, как его, продажа мерча – это все такое, ну, прям такое, обнять и плакать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова